К нам подключается Рамиль Искандерлим, председатель правления, учредитель общественного объединения, правовой анализ и исследования. Рамиль Малим, здравствуйте. Как слышите нас? Здравствуйте. Доброе утро. Рамиль Малим, вот господин Блинкин заверил Ильхам Алиева в том, что Вашингтон окажет содействие Баку и Еревану в нормализации отношений. О какой помощи идет речь и нуждаются ли Баку и Ереван в участии Вашингтона в этом вопросе? Вы знаете, установление первого пограничного столба означает, что начался процесс делимитации, а также демаркации. То есть этот процесс происходит между двумя странами, Армении и Азербайджаном. Используется прямая линия между правительством Азербайджана и Армении. То есть тут в принципе третьей стороны в этом процессе делимитации и демаркации нет. И я не думаю, что Азербайджан нуждается в какой-либо помощи третьей стороны в этом вопросе. Тем более, что первые позитивные шаги мы уже видим в этом процессе. И об этом, как сказал господин президент Ильхам Алиев, этот процесс происходит успешно. И также является одной из позитивных факторов на пути нормализации отношения Армении и Азербайджана. А также будет способствовать в ближайшем будущем в этом году соглашению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. И я думаю, что конкретно отвечая на ваш вопрос, опять-таки Азербайджан не нуждается третьей стороне в этом вопросе. Ну вот как мы знаем, процесс делимитации и демаркации сопряжен рисками. Вот накануне в результате взрыва армянского боеприпаса в ходе проведения работ по разминированию в Нахчеванской автономной республике погибли двое граждан Азербайджана. Вот какие шаги может предпринять Армения, которая закладывала эти мины со времен Первой Карабахской войны для минимизации смертей среди гражданского населения Азербайджана? Естественно. И согласно международным конвенциям, конкретно Женевской конвенции, стороны должны сотрудничать друг с другом после окончания войны. И одно из сфер сотрудничества должно быть разминировано минных полей. И я думаю, что самое главное, что Армения может сделать конкретно по случаям разминирования, это предоставить карты Азербайджану этих минных полей более четкой карты. Как мы знаем, Армения однажды предоставила карты Азербайджану, но оказалось, что по оценкам экспертов, только 25% мест, предусматривающих на этих картах, оказались правильными, а остальные не оказались точными. И я думаю, что еще один фактор того, что Армения уже в принципе, то, что на границе с Азербайджаном и Арменией, конкретно в тех селах, в которых Армения и Азербайджан договорились о передаче сел Азербайджану, в этих территориях уже началось разминирование территории. И я думаю, что это позитивный факт. Но то, что вы уже озвучили, и негативную сторону проблемы, я с этим, естественно, согласен. Это препятствует процессу делимитации и демаркации, а также в целом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. А вот параллельно с процессом делимитации и демаркации, также идут переговоры по подписанию, относительно подписанию мирного договора. Вот как процесс делимитации и демаркации повлияет на скорейшее подписание, установление мира в регионе? Да, об этом сказал и президент Азербайджан Эль-Камалиев, что соглашение по мирному договору, может, если такие позитивные шаги, как делимитация и демаркация, то есть установление приграничных столбов и другие позитивные шаги, они будут способствовать, возможно, в этом году достижению договора, текст мирного договора будет выработан и подписан в этом году. Но, как мы знаем, параллельно с процессом делимитации и демаркации, оппозиционные силы в Армении и реваншистские силы, они всячески хотят противостоять этому процессу. И не только оппозиция Армении, но и страны, поддерживающие Армению, также стараются препятствовать этому процессу. Яркий пример – это Франция, которая, кстати, по сравнению с США и Германией, не выразила свое мнение, даже и не поприветствовала соглашение о делимитации и демаркации, о начатии процесса. И я думаю, что вот этот фактор всегда будет потенциальным риском по любым соглашениям прямым между Арменией и Азербайджаном. Как мы знаем, госсекретарь США Энтони Блинкен, а также канцлер Германии Олаф Шольц, они уже выразили свое мнение по этому вопросу. И они приветствовали сообщение о том, что Армения и Азербайджан договорились о делимитации границы между двумя странами и указали, что это очень важный шаг на пути к прочному и достойному мирному соглашению. К сожалению, другие западные страны и не выражали мнения об этом вопросе. И Ильхам Алиев сам тоже сказал, что не только делимитация, но и процесс демаркации, это самый позитивный шаг. И это он высказал в ходе разговора Телефонова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также на совместной встрече с Олафом Шольцем. Я хочу добавить о том, что этот позитивный процесс делимитации демаркации и последующей мирного соглашения параллельно Армения не прекращает политику национальной вражды по отношению к Азербайджану. Кстати, ответ к вашему вопросу, что Армения может делать в этом направлении, но мы видим, что параллельно с позитивными шагами они осуществляют и негативные шаги, конкретно по продвижению национальной вражды между этими странами. Конкретный пример этого я хочу высказать. Как мы знаем, не согласны с делимитацией границ, а по существу конкретно силы, которые намеренно препятствуют процессу. Они провели конкретные провокативные действия. Например, прервали итоговый концерт во время итогового концерта Дней франкофонии в Ереване. Многие даже вышли на сцену с плакатами, с критикой. И второй такой инцидент произошел в самом Ереване, в Тавушской области, где проходили и до сих пор проходят акции протеста. И несмотря на то, что премьер-министр Армении, он встречался с жителями этих сел и обосновал свое решение о передаче этих четырех сел Азербайджану. И главным тезисом его выступления было то, что вместо того, чтобы опасаться Азербайджана, надо использовать возможность нахождения на границе с Азербайджаном торговые отношения между этими сторонами. Но как негативный инцидент можно также сказать, что в Ереване прошли факельное шествие. И во время этого шествия, акция, началась сожжение флагов Азербайджана и Турции. То есть организатором был Союз Армянских революционной федерации Дашнак-Тюцун. И сам факт того, что там участвовал Серж Саргсян, то есть бывшие руководители Армении до сих пор не хотят мириться с реальным положением дел, который реальная позиция посредством удачных действий азербайджанских армий во время 1944-го войны, а также антитеррористических мероприятий. То есть они не хотят мириться с этим и до сих пор осуществляют реваншистскую идеологию в Армении. Но есть фактор диаспоры также. Но мы видим, что позиция этих сил, она тоже не монолитна. То есть есть сторонники мира, а также реваншистские силы. Вот в этом они препятствуют в этом процессе. Благодарю, Рамиль Майлим. Большое спасибо, что уделили нам время. Всего доброго. Спасибо вам. А я напомню, что с нами на прямой связи был Рамиль Искандерли, председатель правления, учредитель общественного объединения, правовой анализ и исследования.